Если человек хочет поругаться, допустим, с вами, но вы не хотите ругаться, ну не ругайтесь, идите в сторону. Кто вас заставляет красками с ним стреляться? А? Ну вот, значит, он провоцирует. Почему вы ругаетесь, как вы думаете? Почему вы ругаетесь с ним? Это хороший вопрос. Есть одна вещь в отношениях, если человек ее поймет, у него со всеми будут великолепные отношения. Знаете, надо одну вещь понять, какую вещь надо понять? Дайте возможность человеку быть глупым. Дайте такую возможность человеку. Не думайте, что все должны вас понимать, не думайте, что все люди на земле должны поступать правильно, в этом мире большинство людей не могут поступать правильно в каких-то ситуациях. Если вы позволите человеку быть глупым, тогда, вот смотрите, я сейчас вам объясню эту. Вот, допустим, вам перегородила путь вот такая собачка. вы как бы раз ее обходите, она отбегает все равно, провоцирует вас. Будете гавкаться с ней или нет? Будете? А? Почему? Вот найдите причину все, почему вы с собачкой не будете гавкаться. Несправедливость, она не дает вам проходить, не дает переступить дорогу. Кого такое было? Вот собачка не дает проходу. Поднимите руку. Вы ругались с ней, гавкались? Нет? Нет. Почему? А? Почему? Ну, потому что она глупая. Она собачка, вы понимаете, она глупая. Ну, что с ней связывается? Ну, ничего не соображает. Теперь, если вы видите у вашего близкого человека глаза покраснели, лицо искривилось в гневе, согласно ведам, этот человек от собачки ничем не отличается в этот момент, потому что разум его помутнился гневом. И это значит, что в это время вы можете сделать все, что угодно. Например, сказать, я что-то пописать захотел и убежать в туалет. Самое главное, в момент гнева не надо с человеком контактировать. Момент гнева не длится долго. Понимаете, гнев угасает в человеке. Он может постучаться в дверь, там, побиться головой об ней, вот, еще что-то. Ну, подождите чуть-чуть. Он не в себе. И не надо, как бы, делать никаких выводов. Ты что стучишь в мою дверь? Ну, в это время, как собачка. Он не соображает, что он стучит, не стучит, он ничего не понимает. Просто дайте человеку возможность быть глупым. Если вы даете такую возможность, потом все налаживается. Вот, допустим, женщина на эмоциях. Допустим, у меня жена, когда эмоционально себя ведет, я не обращаю внимания. Она может в это время, она меня провоцирует. Она говорит, я тебя не люблю и жить с тобой никогда не хотела. Это была большая ошибка, что я вышла вообще за тебя замуж. Ну, то есть, ее цель какая? Чтоб я среагировал. Она просто этого хочет. Больше ничего. Я со всем согласен. Почему я со всем согласен? Потому что она, я вижу в ее глазах, вот надо это увидеть, мои хорошие, что она ничего не соображает. Ноль. На следующий день она говорит, ты у меня самый лучший. Спасибо тебе, что так себя повел. Самый лучший человек на свете. Спасибо, что не обратила внимания. Я была не в себе просто. Я, говорит, ничего не соображала, когда вот это говорю, потому что я сильно обиделся. обиделась. Ну, вот это и надо узнать в этот момент просто. И все. Что и требовалось доказать. Если она сама подтверждает, что произошло, то значит, так и есть. он устал, теперь вы скажете, он устал, но пусть сядет и отдыхает, упрется в свой телевизор, как бы отдыхает. Но он же не знает, что он устал. Он сам этого не понимает. Когда человек устал, у него всегда кто-то виноватый. Он приходит, начинает, смотри, кто виноватый. Очень трудно признаться, что ты устал просто. кто виноватый. И все.